Друзья, всем привет! Приветствую на своем канале! С вами снова я, Елена. И мне пришла огромная посылка с Азона. И хочу с вами вместе ее распаковать. Давайте посмотрим, что же там внутри. Я, наверное, уже говорила, я, честно говоря, не помню. Во влогах у нас барахлила мини-печь. И в один прекрасный момент у нее сломался регулятор температуры и времени. То есть там перестала она контактить в этом плане. Можно было, допустим, включить температуру, поставить время 20 минут, уйти, забыть про это дело. Допустим, прийти через 30 минут, и она бы по-прежнему тикала, и все бы сгорело внутри, потому что вот этот таймер, он вообще не работал. Так, и мы заказали новую печку. Но помимо печки, что тут еще должно быть? Так, ну это печка, я полагаю. Тут еще бумага. Бумага, она пригодится. Бумаги много. Бумаги много не бывает, особенно упаковочной. Ее можно использовать повторно. И давайте с маленьких, начну, товаров. Немножко книжек. Заказала вот такую книгу «Миссис По». Это «История любви» автора многих известных детективных рассказов Эдгара Алана По и его возлюбленной молодой женщины, с которой он изменял своей жене. Вот. Я думала, что книга тоньше, но она вот такая вот. И, естественно, все почитаю и вам расскажу. Так, вторая книга. Вот такая. Вот я думала, что... Вот вроде этой, да, я думала, что эта книга маленькая, оказалась большая. А тут наоборот. Я думала, что книга большая, она оказалась маленькая. Доминик Ларо «Искусство жить просто». Это, к слову, об организации и хранении вещей, как убираться с удовольствием и так далее. Так что будем пробовать читать и пробовать. Так. Еще одна маленькая книжечка, которая стоила буквально рублей 15. Это «Как правильно составить семейный бюджет?» Как правильно расходовать деньги, как откладывать, как копить и так далее. Как вести вот этот бюджет, чтобы не расходовать больше положенного. Алиса мне тут помогает. И последняя книжечка. Это «Раскраска». Я думаю, что это последняя раскраска в моей жизни, потому что я как-то немножко от них устала и уже не такой у меня интерес к ним, как раньше был. Но эту я очень хотела. Это такая во французском стиле. Романтическая. И мне нравится, что здесь картинки только на одной стороне. А на второй можно самостоятельно дорисовать, а можно и не рисовать. Ну, то есть, они такие... Можно самому додумать. Вот. В общем, я думаю, что небольшой обзорчик на книге сделаем отдельно. И хочу вам показать, собственно, печку. Сейчас попробую ее оттуда достать. Ребята, всем привет! У нас новый день. Хотела вам такую рассказать фишку. Приключилось. Нам вчера привезли новую печку. Я снимала распаковку. Но теперь не знаю вообще, нужно это видео или нет. Потому что печка оказалась неработающей. Ну, как? Духовка работает, а плитки на ней не работают. И я уже сегодня звонила в службу поддержки. Заказывали мы с Озона. Я звонила в службу поддержки. То есть, печку у меня заберут в среду. Готовить в ней нельзя. Потому что вернуть ее можно только в исходном состоянии. Вот. Я хотела вам ее показать. Ну, пока не знаю, буду ли выкладывать распаковку. Потому что смысла в ней не вижу. Поскольку печку заберут и деньги вернут. Вот. И заказывать ли другую, я тоже пока не знаю. Потому что опять придется такая же. И мне проверять каждую. Короче, не знаю. В общем, думаю, посмотрю пока по ситуации. Но печки у нас теперь нет. Сейчас ее вам покажу. Вот. Вот такая печка новая. Вообще, фирма Китфорд. Китфорд довольно хорошая фирма. Вот. В общем-то, нам именно эту печку посоветовали. И я как бы выбирала по отзывам. Отзывы на нее очень хорошие. Ну, видите как. Сама печка замечательная. Прям мне очень понравилось. И греет. И все суперски. И там в комплекте куча всего. Но вот сверху у нее две плитки. То есть на которых можно готовить. Вот. И вот здесь вот регулируется поворотом. Да. Либо две сразу плитки. Либо правая, либо левая. Значит, ставится температура на безвременный режим. И крутится вот этот вот терморегулятор для плиток. В общем, крутила. В общем, все установила. Плитки не греются. Ну, вот. В среду ее приедут забирать. Прощаемая новая плитка. Вот. В общем, не знаю. Вот тут вот ручка немножко погнутая. Ну, как-то. Не знаю. Может быть, это так и должно быть. В общем, единственное, что я с нее сняла. Здесь была наклейка. Не ставить никакие предметы. Потому что плитка нагревается. И вот там сверху на плитке, сверху была наклейка треугольная. Тоже, что идут какие-то горячие пары. Это единственное, что я с нее сняла. Вот. Так что, прощай. Прощай, моя плитка. Вот. В общем, я не знаю. Ее заберут в среду. И приедет курьер. Скорее всего, мне вернут деньги. По телефону мужчина, с которым я разговаривала, сказал, что, скорее всего, это заводской брак. Вот. Так что. И сами они там не проверяют эти плитки. То есть, это наобум. Как вот судьба ляжет, так и будет. То есть, они сами их не проверяют. Работают эти конфорки. Не работают. Если не работают, тогда сделайте на эту плитку скидку. Я не знаю. Потому что, ну... Вот. Вообще, в наличии там семь таких печек. Поэтому, я не знаю. Заказывать обмен до тех пор, пока не это самое... Пока не попадется та, которая работает. В общем, ну, не знаю. Короче. Я немножко расстроилась. Вот. И, в общем, результат такой, что в среду ее сберут. Деньги мне вернут. И, как бы, я пока не знаю, что я буду заказывать. И либо заказывать еще одну. Либо вообще покупать где-то в реальном магазине. Ну, не знаю. В общем. Я уже намеревалась сегодня что-нибудь приготовить вкусненькое. Ну, в общем, такая неудача вышла. Друзья. Как вам весна в Москве? Сегодня у нас 28 марта. Конец, можно сказать, месяца. А вот вчера было тепло. Все таяло. И посмотрите, какая сейчас погода. Атас, правда? Я вообще... Сразу мандраж. Опять зима. Опять холодно. Когда, черт возьми, уже весна и лето будет? Что за погода, а? Просто кошмар. Кошмар, а не погода. Алис, скажи, я не согласна с такой погодой. Хочу, чтобы весна была. Хочу на дачу, скажи. Хочу на дачу. Пришла посмотреть, погулять на балконе. Зато потом ест хорошо. Так проветрит мозги свои кошачьи. И потом ест хорошо. Алиска. Ну, у вас в окошко интереснее смотреть. Да, Лиз? Что вы мне можете предложить? А там, вон, природа, воздух, свежесть. Какая-никакая. Весна, хоть и заснеженная. Которая пришла так же неожиданно, как зима в октябре. Ну, легла там отдохнуть. Да, Алис? Отдыхай. Снег ее забавляет. Большие лопухи. Внимание сразу привлекает. Снег.